Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о вопросе, с которым очень часто обращаются успешные женщины. И выглядят они при этом прекрасно, и все у них замечательно, и работают, и зарабатывают достаточно большие деньги, или у них есть свой бизнес, и они уверенно стоят на ногах, и все вроде бы было бы замечательно, но есть одна огромная проблема – в их жизни нет мужчины. И со стороны это кажется очень странным, потому что действительно, когда стоит передо мной такая женщина, это женщина-сказка, женщина-мечты многих мужчин, и обеспеченная, и красивая, и ухоженная, и умная, есть о чем поговорить, интересная, но при этом никак не может построить отношения. И чаще всего здесь бывают три варианта. Первый вариант – вроде бы даже мужчины есть, есть какие-то отношения, но они то случаются, то распадаются, и постоянно вот какие-то отношения несерьезные. Второй вариант – мужчин вообще просто нет, их нет на горизонте, есть их друзья, они могут дружить с мужчинами, но при этом каких-то отношений вообще не завязывается, и такое ощущение, что эта женщина живет просто в мире, где нет мужчин, ну, именно как мужчин. И третий вариант – это когда даже такая женщина может жить с кем-то, или встречаться с кем-то, но никак не поступает предложение о том, чтобы выйти замуж. Вот эта заветная фраза, никак они ее не слышат, конечно, им очень хочется этого. И они задают мне такой вопрос – как же исправить эту ситуацию? На самом деле, чаще всего за такими ситуациями стоит обида на мужчин. И я вам могу рассказать очень много примеров о том, как вот эта обида на мужчин влияет на реальность того или иного человека, ну, той или иной женщины, и как это влияет на то, есть у нее отношения или нет у нее отношений. Но я хочу рассказать, поделиться с вами своим примером, рассказать вам его, потому что, ну, для меня, конечно, он был просто нереально показательным. Я никогда не думала, что я обижена на своего папу, но так получилось, что прорабатывая свою главную проблему на первых этапах работы с методикой, мою проблему в деньгах, в бизнесе, о которой я вам уже рассказывала, я все время утыкалась на отношения с мужчиной. К тому моменту я не думала, что у меня есть с этим какие-то проблемы, но просто один раз посмотрев образ отношений с мужчиной, свой подсознательный образ, я была просто в шоке, потому что, закрыв глаза, я увидела, что я стою, а меня пронзают полутораметровые стальные конусы, прутья, я вся истекаю кровью, и это был мой образ отношений с мужчиной. Конечно, мне сразу стало все понятно, что при таком образе никакой любви не может быть речи в жизни, не может быть речи о никаких счастливых отношениях, и я при помощи методики очень быстро поняла, откуда тут идут вообще, откуда тут растут корни. Дело в том, что у меня была вот такая скрытая обида на папу, и образ мужчины был действительно как какого-то монстра, хотя сознательно я никогда бы так не подумала и не сказала. Конечно, это все идет из нашего детства, и самое интересное, что трансформировав этот образ, поменяв его при помощи методики, я буквально через 4 месяца, хотя даже у меня не было такого запроса, я встретила мужчину своей мечты, с которым вот уже 3 года вместе, и в декабре у нас будет свадьба, и я этому очень рада. На самом деле обиды очень сильно влияют на то, строите вы отношения или нет, появляется в вашей жизни мужчина ваша мечта или не появляется. И именно поэтому я хочу поделиться с вами информацией о том, как работать с обидами при помощи мастер-кит, потому что при помощи мастер-кит это можно делать очень легко и просто. Вы легко можете найти свою обиду, трансформировать ее и получить в своей жизни невероятные результаты, о которых вы, наверное, даже еще не мечтали. Зацикливаясь очень часто на бизнесе и на успехе, мы даже не ставим себе таких задач по поводу того, чтобы выйти замуж или иметь действительно отношения, в которых любовь, в которых тебя любят, в которых ты любишь, и от которых хочется летать, и за спиной у тебя вырастают крылья. Более подробно о том, как работать с обидами, я расскажу на вебинаре, который состоится 14-15 декабря в 19.00. Ссылочка ниже под видео, регистрируйтесь обязательно, и до встречи на вебинаре.